всем привет вы смотрите программу наше здоровье мы стремительно несёмся по нашим делам и как правило не замечаем тревожные сигналы нашего организма заставить остановиться нас может только острая внезапная боль и что мы делаем такой ситуации мы пьем таблетки но что нужно предпринять если лекарства не помогают какие методы лечения боли доступны жителям красноярского края смотрите сегодня в нашей программе когда человек терпит боль свою уже то есть это же боль ни одного месяца ни одного дня почему боль становится хронической болезнью есть какой-то узкий коридор по которому проходят болевые импульсы если по этому коридору организованно поставим там в роту солдат воротная теория боли около десяти процентов пациентов не восприимчивы к нейро стимуляции что делать если ничего не помогает время решающий фактор вопросах разделения боли на хроническую острую эксперты международной ассоциации по изучению боли предлагает считать хронической ту которая длится сверх нормального периода заживления и мучает человека не менее трех месяцев а вот американские психиатры устанавливают срок в шесть месяцев хроническая боль может быть постоянной и рецидивирующей если боль возникает эпизодически ее можно расценить как хроническую если вам больно 15 дней в месяц я помогу привести мировую мировые данные то есть среднем больше ста тысяч человек если смотреть популяции в целом требуется как раз имплантации систем нейро стимуляции это что касается пациентов которые оперированы по поводу проблем позвоночника соответственно нейро стимуляция может применяться еще в других сферах то есть при других проблемах которые вызывают хронический полевой синдром поэтому количество стимуляторов требуемых в мире в том числе и в россии она достаточно высокая в 2006 году в европе провели исследование которое показало масштабы распространения проблемы хронической боли оказалось каждый пятый взрослый европейц страдает от хронической боли ее средняя продолжительность составляет 7 лет а каждый пятый больной испытывает хроническую боль в течение 20 лет и даже дольше это патологическое состояние мешает спать работать и вести полноценную активную жизнь хроническая боль является одной из самых частых причин инвалидизации людей трудоспособного возраста когда человек терпит боль свою уже то есть это же боль ни одного месяца ни одного дня то есть это боль нескольких лет и когда ты ее постоянно терпишь терпишь ну то есть бывает же ты же тоже изнашиваешься то есть тебя же она достает она уже невыносимая поэтому конечно ты согласишься на то что тебе поможет тем более после теста конечно протестировали она действительно помогает она реально действует проводочек тянется из спины с помощью такого девайса они притупляют боль целую неделю в тестовом режиме после операции на позвоночнике которую провели пять лет назад она постоянно жила с болью в спине которая сожжением отдавала в правую ногу легче я бы сказала наверное совсем легче грубо говоря то есть ну конечно они сильно помогли нет вот этих болей движения соответственно а до этого вам как-то вот что-то помогало снимать боль препараты были всякие разные то есть препараты не приносят такого облегчения то есть они грубо говоря снимают какой-то процент боли но самый маленький очень маленький про грубо практически вообще не помогает на прошлой неделе как раз мы выполнили имплантацию тестового электрода и практически на операционном столе она отметила что та боль которая беспокоила на помощь ушла ну вот сегодня как раз у нас эксклюзивная такая возможность не выписываясь она сразу после тестовой стимуляции сегодня поэтому операционную мы имплантируем постоянную систему стимуляции она станет первой пациенткой крови больницы которые вживят нейро стимулятор для лечения хронической боли пока нейрохирурги еще осваивают этот метод и сегодня оперирует под руководством коллеги из новосибирска четыре года назад по программе губернатора красноярского края были проучены у нас доктор нейрохирург и доктор невролог в том числе и в зарубежных клиниках по методике противоболевой стимуляции спинного мозга эта технология которая подразумевает за счет подачи импульсов к спинному мозгу с помощью специального устройства замену болевых ощущений на какие-то нейтральные ощущения тем самым снятия той мучительной хронической боли которая беспокоит пациента операция проводится под рентгенконтролем это значит все свои действия хирурги проверяют с помощью рентгеновского аппарата ну а чтобы защититься от вредного излучения вся операционная бригада ну вот у нас тоже одели вот такие специальные защитные свинцовые фартуки кроме того пациент во всю операцию находится в сознании и постоянно отжается с врачами хирурги не сразу как он себя чувствует все его ощущения ну а потом это поможет настроить сам нейростимулятор справа четко но нет передней поверхности следующей операции по установке нейростимуляторов нейрохирурги краевой больницы будут проводить самостоятельно они планируют сделать еще пять таких вмешательств в этом году для тех кому как и анне станет лучше после тестового периода из всей скажем так мировой популяция пациентов где-то около десяти процентов пациентов не восприимчивы к нейростимуляции поэтому отбор пациентов как раз был улучшен благодаря тому что разработана методика теста или временной стимуляции когда имплантируется временный электрод смотрится подходит ли это процедура сама технология подходит пациенту или нет и за счет этого повышается эффективность самой нейростимуляционной методики это сам электрод вот он так выглядит электрод вот эта часть никто окажется в пациенте вот видите на конце здесь контакты 8 штук это окажется у него в спине такие электроды в этом году начали вживлять и пациентам центра лечения боли сибирского клинического центра фмб а это сложная очень дорогостоящая помощь теперь доступна по полюсу омс метод основывается на так называемой воротной теории боли человеку в позвоночник на спины мозгом укладывается специальный электрод по которому подается ток небольшими квантами эти импульсы должны блокировать проведение болевых теория которая ну образно представляет эту ситуацию так что вот есть какой-то узкий коридор по которому проходят болевые импульсы если по этому коридору организованно поставим нам в роту солдат и скажем всем вперед эти солдаты мощные здоровые парни по этому коридору пойдут займут собой весь коридор то болевые импульсы по нему просто не проходят не пробиваются главное только чтобы эти солдаты были добрые вежливые зеленые человечки они не все контакты все контакты вышли посмотри не все да еще чуть-чуть да давай еще чуть-чуть когда электрод занимает нужное место нейрохирург устанавливает генератор электроимпульсов вот такую коробочку сошивают под кожу в области поясницы и она становится незаметной для окружающих емкости батареи хватает от трех до пяти лет зависит от того насколько сильной будет электростимуляция рассказывает нейрохирург александр кухарев он вшил уже шесть тестовых электродов и 4 постоянных в общем то пока у нас тут вот так положительные результаты то есть пациенты у них боль становится значительно меньше первоначальную настройку проводят прямо в операционной а потом корректируют на следующий день чувствуете а где есть в левую но мало а в левую где в бедре вся нога до стопы лечили трижды оперировался но тут хуже хуже а лекарства помогали нет да вчера сделали операцию как вы себя сегодня чувствуете ну как после операции чувствуешь себя сейчас пока чтобы побаливает но такой боли в нету боли в ногах и палочкой григорий филиппов жил почти 40 лет центр боли за помощью он пришел когда увидел по телевизору репортаж спортсменки который таким образом сняли многолетний болевой синдром теперь ему самому настраивают нейростимулятор нам нужно именно импульсы под нужды пациента выбрать такие которые перекрывают самое основное что нам нужно сделать две задачи перекрыть 80 процентов зоны боли это идеально и по интенсивности чтобы стимуляция была для пациента комфортная но при этом убирала болевой синдром нейрофизиолог занимается чистой физикой но такой подход позволяет стимулировать именно нужную зону и заглушить болевые ощущения небольшими мурашками и тут есть два пути кто-то остается с мурашками на низкочастотной стимуляции это позволяет контролировать например уровень заряда батареи и свои ощущения но некоторых пациентов эти мурашки могут нервировать и раздражать и тогда генератор настраивают на высокие частоты а пациент не ощущает ничего но следить за таким нейростимулятором будет сложнее мы выбрали самый нижний электрод и стимулируем как раз не поясницу нет забедренный а именно ногу наша задача была прежде всего икроножную и стопу перекрыть при лечении боли используют ступенчатый подход сначала вход идут безрецептурные препараты потом таблетки посильнее затем если не помогает специальные блокады и воздействия на тоненькие нервы только если эти методы не сработали ход идет тяжелая артиллерия на предпоследнем уровне стимуляция спинного мозга когда мы используем вот эту отворотную теорию боли есть еще другие сегодня уже больше мы накопили знаний про то как это работает и там есть уже молекулярные основы работы вот этих вот стимуляторов ну и наконец самый крайний случай когда уже и это не помогает есть другие имплантируемые устройства которые дозированы микрокапельками прямо прицельных спинному мозгу подводит обезболивающие морфин тоже такое устройство имплантируется заряжается морфином и потихонечку по одной капельки в день морфин поступает обеспечивающим пациенту комфортное существование это больные с самыми резистентными самыми устойчивыми болевыми синдромами пациенты с нейро стимуляторами могут вести вполне обычный образ жизни можно даже заниматься спортом если это конечно не борьба и не бокс чтобы не было механических повреждений аппарата из полных запретов нельзя делать мрт только компьютерную томографию и лучше избегать всевозможных рамок в аэропортах музеях и магазинах в этом случае нужно предъявить карту владельца нейро стимулятора паспорт кардиостимулятора и карты и у владельцы получают при выписке из больницы ну и заменить эту процедуру личным досмотром вы смотрели программу наше здоровье все вам самого доброго берегите друг друга и до новых встреч до свидания так и и и и и